Субтитры сделал DimaTorzok Так, с одного корабля прыгаем на другой корабль А все? На этом закончилось? Субтитры сделал DimaTorzok Добрый день, уважаемые гости нашего города Мы рада приветствовать на борту катера Наша экскурсия будет проходить по 4-м В Живойходе бухту Южная Названа, так как строго располагается с севера на юг Трот 65-й Для этого проекта в Черноморском флоте 5 больших десантных кораблей Всего 8 Впереди стоящий 870-й Это стражевой корабль Сметривый Построен был Николаевским заводом В 1969 году Вошел в состав флота Как большой противолодочный корабль Но в 90-х годах он был переоборудован Как стражевой Длина его 144 метра Экипажа 270 человек И из вооружения унесет Зенит-ракетный комплекс Волна, уран В носовой части барабаны Два барабана Это РБУ-6000 Ракетно-бобометательная установка Предназначен для уничтожения подводных лодок противника В коровой части 5 тубусов торпедных аппаратов 533-мм в диаметре И артиллерийская установка Сдвоенная 72-мм пушка Еще его называют Пающий фрегат Пающий, так как выходит на полную мощь Газотурбинные двигателя Начинают свистеть Скорость его 34 узла 20 августа прошлого года Был Выведен состав флота Сейчас используется как музей В носовой части этого корабля Вы можете увидеть специализированный флаг Называется Кюйс Обозначает ран корабля Первого и второго ранга Этот корабль Второго ранга Поднимает этот флаг На стоянке На ходу он приспущенно И вообще убирается Впервые был подден Прикатри первого Прочисленный как Андреевский флаг Который находится В кормовой части На белом фоне Синий крест Перед вами белоснежный Ниссия с красными крестами Это плавучий госпиталь Имеет две операционные палаты Сделан таким образом На шарнирах Что во время шторма Остаются в покое Третий рух Может спокойно Выполнять операцию Даже при шестибайном шторме Грузоместимой Всего 450 больничных Коек В последний раз он выходил В 1992 году В грузинско-авказский комплект Выводило туда раненых Более 7 тысяч человек Всего было построено в Польше Четыре таких корабля Для каждого флота Малтийского Северного Тихоокеанского Черноморского Длина его 152 метра В водоизмещении 11 тысяч 600 тонн Экипажа 150 человек На борту Это вертолетная площадка В кормовой части За Эни-7 Пойдут сюда Стоящие вдоль причала Это вспомогательный плод Состоящие из буксиров Плавкранов И малых танкеров Позади нас Вице-эдмирал паромов Это малый танкер Но у поколения Должны построить Три таких танкера Этот уже достраивались Здесь у нас в Севастополе На заводе Персия Длина его 72 метра На борту Имеется вертолетная площадка В кормовой части И крановая палка С максимальным подъемом До 20 тонн МП-31 Морской буксир Который транспортирует Военные корабли По севастопольским болтам А также за пределами Перед вами судно С бортовым номером СР-137 Это судно Размагничивания На борту Стоит специальное оборудование Чтоб размагничить Другие военные корабли Так как корабли Сделаны из металла Излучают электромагнитные поля Притягиваем Глубоководные мины Это судно Убирает Электромагниты Без пропусков Военных кораблей А также Исправность Электро-радионавиационного Оборудования Чтоб приборы Не зашкаливаются За судном Размагничивания СПК-46-150 Самоходный пловкран Прибыл к нам В 2016 году Построился В Петербурге Максимальная Грузоподъемность Всего до 150 слов В вспомогательном Черноморском флоте Уже два таких Пловкрана В ТМ-73 Малый танкер Черноморского флота Заправляет военные корабли Стоящие на рейде Черно-белый Это штабное связное Судно Обеспечив связь Между кораблями В основном Используют при учении Мы с вами Проходим вдоль Причала По правому борту Который носит Название Народной Митная стенка Название Получилось Великое отечество войны Здесь находилось Стоянка Каминоносцев А также Склады С боеприпасами Перед вами Сетунь Это Кобелеукладчик Прокладывает Кобеля По дну моря И океана Глубиной До 2000 метров А вот Килл-158 Делекторное судно Способно Опускать и поднимать Грузы Грузоподъемность До 100 тонн В кормовой части Находится Грузовая стрела Это судно Было построено В Германии В порту Ротках Справа Бочки Так называемые Дополнительные Горды Бочка Сложен Как поплывок Связана С цепью Бетонная Плита На дне Лежит Масса От 50 До 100 Тон Вот это Судно Предназначено Для расстановки Таких Гипарит За Электронным Судном Стоянка Командирских Катеров Между Двумя Белами Вот сейчас На данный Момент Один Стоит Катер На берегу Два Вот это Командирские Катера Такими Катерами Доставляют Командиров На военные Корабли Еще Называют Рейдовый РК Рейдовый Катер А два Белоснежных Это Главнокомандующие Катера Старого Братца Сейчас Новая Яхта Сапса Базируется На Стрелецкой Бухте СФП-183 Судно Физических Полей Работает Вместе Судами Размагничивания Мы с вами Немного Отмечаемся От бухты Наверху Справа Белое Сооружение С крестов Это Памятник Афган Которые Дали Интернациональный Долг В Афганистане Памятник Музея По ходу Движения Также Наверху На горе Передистая Шаратунга Белокаменная Беседка С колоннами Екатериниска Была построена К приезду Фератриц Екатерины Второй Севастополь 1787 Гадом Она Любила Здесь Накодиться Любовалась Севастополь Севастополь Южная Булкан Также Флотом Старской Рейдовые Морские Буксеры Петрградов Исследовательская Судна Экологии Которая Может брать Пробоводы С глубины До 1000 Метров Перед вами Три Плавкрана Не самоходных Перемещаются По Севастопольским Булкам С помощью Двух Буксеров Грузоподъемности От 20 До 50 Тон Эти Плавкраны Были построены Севастопольским Морским Заводом Имени Серго Орджоники За которого Скажу Чуть позже Перед вами БГГ-2150 Челикен Створ Все это Суда Гидрографии Черноморского Флота Еще их Называют Картографами Замеряют Глубину Морей И океанов А также Рельеф Морского Дна И наносят На морские Карты Экипаж Состоит 90% Рядового Состава Гражданские А 10% Военный Комсостав Капитан Старфон Старший Механик И так далее За створом Сейчас появится СР-541 Судно Размагничивание Построено В Польше Наверх В городе Гданске Там же Идеи Большие Детатные Корабли Проекта 775 Вообще Разработка Размагничивания Корабли Была придумана Здесь У нас В Севастополе Во времена Великой Отечественной Войны Академиком Курчатов Который Позже Создал Атомную Бомбу А также Академиком Александров За Вспомогателем Черноморским Флотом Далее У нас Идут Коммерческий Причал На который Стоит Частный Яз Там Находится Два Явклуба Первый Терминал Перед вами И в конце Бухты Царская Пристань Называется Явклуб В конце Южной Бухты Наверху Перед вами Открывается Здание Круглое С круглозеленой Крышей Панорама Здание Было построено В 1905 году Изображает События Боя Крымской Войны На Малаховом Кургане Общей площадью Холл 1610 квадратных метров Длина Полотна 115 метров Высота 14 Панорама Находится На историческом Бульваре 4-й Бастион Чуть правее Здание Сушилем Это Матронский Клуб Либо Драматический Театр Имени Лавренева В конце Бухты Железнодорожный Рокзал Автогракзал И база Ремонт Сокеров Позади Нас Остается Центральный Район Города Ленинский А впереди Самый 6-й 837 Два Малых Противодиверсионных Катера Проект Называется Грачуна Это уже Новое Пополнение В Севастополе 4 таких Катера Построены В Зеленодольске Татарстане Заводим Горького Длина 32 метра Экипажем 8 человек Развивает Скорость До 25 Узлов А вот На берегу Стоят Катера Проект Называется Раптор Это Малые Десантные Катера Вмещают 25-30 Морских Вторая база Недавно Была построена В Новороссийске Могут быть Там Подводные Лоски Перед вами Действующая Дизельная Подводная Лоска Проект 636 Тип Варшавянка Длина 73 метра Экипажа 52 человека Может принимать На борт Из вооружения 18 торпед 6 торпедных Аппаратов Находятся На самой части 4 ракеты Калибр Дальность 10,5 До 2,5 До 2,5 Км И зенит Ракетный Комплекс Игла Это дизельная Электроподводная Лодка 2-го рака Максимальное Погружение До 300 метров Глубины Рабочая Глубина 200-250 метров В Черноморском Лодке 6 таких Дизельных Подводных Лодок Построенных В Санкт-Петербурге Вторая Третья Подводная Лодка Недействующая Вторая Это Запорожье В 1997 Году Была передана Военно-морским Силу Украины По 2012 Находилась Она в ремонте Длина 91 метра Экипажа 77 человек Из вооружения Принимают 22 торпеды 533-х Диаметра Либо 38 бит И Третья ПЗС-50 Сейчас Она используется Как электростанция Подзарядка Аккумуляторных Батарей Для действующих Дизельных Подводных Лодок Спереди В цифру Клубина Находился Генератор А ранее Находились Торпедные Аппараты Могло принимать До 6 Торпед Проект С-49 Тогда Это был Боевой Дизельный Подвод По правому борту На верху На грех Здание Стоящее в ряд Белого цвета Позади нас Это все Лазаревские Казармы Построены По приказу Отмирал Лазарева Толщина стен Более 1 метра Раньше В советские времена Здесь была Школа Мечманов Сейчас здание С красной крышей Это филиал Московской Государственной Университет Имени Ломоносова В Севастополе Также На территории Находится Крымский Филиал Мавротиста Морской Академии Ремонтируются Гражданские Суда Также Военные Корабли Существует Это предприятие С 1968 Года Здесь Советские Времена Доделывают Рабатывают Малые Противолодочные Корабли И дизельные Подводные Лодки Сейчас Предприятие Занимается Престу тем же Самым Ремонт Частокея Катеров А также Военной Техники По правому борту Перед вами Большое Металлическое Соружение Из-за Сирого Цвета Это Плавдок На данный момент Находится В ремонте Работает Таким образом По бокам Находится Болосная Цистерна Которая Заполняется Водой И дом Погружается В воду На место Его С помощью Двух Буксиров Заводят Судно И ставят Нактельблоки Затем Мощные Насосы Откачивают В воду С болосной Цистерны И дом Постепенно Поднимается Наружу Вместе Судно Затем Может Производить Ремонт Подводная Перемонт Места Рулевой Считается Это Средний Плавдок Большой Бук Имеется Большой Тридцатый Где ремонт Все большие Корабли Черноморского Флота За Плавдоком Сейчас Вы увидите Буксир Океевский Пифов Пострад Был в Рыбинске Ярославской Области А здесь Притянули Буквально Недели Четыре Назад Уже На доработку Будет Вот здесь Доделать На испытание Это Уже Триди По счету Буксиров Все Должны Построить Пять Таких Буксиров Перед вами Самое Большое Самое Старое Предприятие В Севастополе Построено При основании Города Это Севастопольский Морской Завод Имени Серго Женикеза Имеет Тридцат Доков В одном Из которых Ремонтировался Име Известное Судно Солина Крова Нахвачена Сомолит Семьян 2008 Годов Выпускают Аналога Мирина В то время Не было Территория Завода Продвигает По поближям Более Трех Километров Работает Здесь До 16 Тысяч Человек Те Суда Которые Мы Стоим Проходить По правом Городу В предремонтном Состоянии Сейчас Завод Отдали В аренду На 50-летнем Развескому Заводу Звездочек Тут Идем Ремонтируют Их Гражданс И военные Корабли Перед вами Центральная Часть Завода Здесь Два Соких Дока Вторая Часть На северной Соких Док Северный И третья Воскармане Белокая Там Сборочная ЦК СКБ Коралл Вместе С заводом Возобновили Строительство Флак Кранов Перед вами Два Две Платформы Это Платформа Будущих Флак Кранов Одна Из них Вы Уже Прошли Пола Кучно В Кану Мы Сами Немного Отмечаемся Отправо Город Посмотрим Налево На верху На горе За громких Крыш Зданий Дерев Возвращается Купол С Золотистым Крестом Позади Нас Уже Это Знаменитый Владимирский Собор Усыпается Четырех Великих Русских Адмиралов Там Закроет Адмирал Лазарев Адмирал Корнилов Адмирал Нахимов Адмирал Истомин Всего Там По правому Бойку Время От Крымской Войны Здесь находилась Батарея Чуть позже Внутри Этой батареи Образовывается Горстик Именно здесь На северной стороне В этом гостике Закончался Павел Степан Нахимов Который Был Смертельно Ранен На Малахов Кургане Чуть позже Покажу Где находится Малахов Курган На краю Мыс Контропод За ним Сейчас За мысом Начинается Небольшая пуха Открывается Называется Северная Туда Подходят Пассажирские катера Переводящие Лидии С южную На северную Сторону И грузопассажирский Бород Который Памятник Затопленным Кораблям Именно Затопленным По приказу Князя Минчикова В 1854 В 1855 Казах Было затоплено Северное Бухти 17 линейных Кораблей Строго Располагающими Мачтами Севера На юг Шахмат В порядке Шевражеские силы Англофранцузы Эскадры Сардинии Турции Не могли Проникнуть Глубок Им пришлось Идти до Евпатурии Оттуда Пешепорядки Наступать На Севастополь Памятник Был Возвит В 1905 Году Эстонским Скульптором Амандусом Эдемсоном Символизирующим Искусственную Скалу Стоящую На колонне Бронговый Орел Клюверла Лаврового Вино Склоняющего Голову Далее Побрал Борту Вдоль Побережья Стеной Сокошки Отстанцы Третьего Родина Николаевска Считался Самым Большим Оборонительным Соружением Прикарьского Война Был Вздоров Предступ Расстояние Названо В честь Графа Марка Войновича Который Командовал Второй Эскадрой Севастопольской Бухты И каждое Утро Он отправлялся С этой Геребянной Кристой На военные Корабли Чуть позже Памериказ Азмирал Лазарев В 1846 Году Была реконструирована Скалонатой 12 колонн Гранитных Ступеней С двумя Барабанными Львами По бокам Итальянский Скульптор Львов Фернато Феличи На этом Наша Эскурсия Подходит К завершению Спасибо За внимание Убедительная Пройма Доход Это его Лова По-вашему Город Дальчики Не выпадут С головы Нет Сходите сюда Спасибо До новых встреч Субтитры